Только за первые пять дней с момента запуска Национальная служба единых экстренных звонков 112 зарегистрировала порядка 18 тысяч вызовов по всей стране. Чаще всего люди звонили, чтобы вызвать скорую. 1946 звонков. На втором месте полиция. К их помощи обратились 1781 человек. А пожарных вызывали за это время 219 раз. Около 13 тысяч вызовов оказались ложными. Напомним, что служба 112 была запущена 29 марта. Проект был инициирован в 2012 году Павлом Филиппом, когда он занимал пост министра информационных технологий и коммуникаций. Приобретенные технологические решения – одни из самых продвинутых на европейском уровне. До сих пор они были внедрены только в Швеции и Дании. Они предлагают ряд новых важных опций – определение географического местоположения, прием видеозвонков непосредственно с платформы Кортком, прием текстовых сообщений, сбор и ввод в систему фото- и видеоизображений с других устройств. Таким образом, люди с нарушениями слуха и зрения также могут звонить в службу 112. Премьер-министр ранее заявлял, что важно реагировать как можно быстрее в критические моменты, когда каждая секунда важна для спасения жизни людей, а новые технологии существенно сократят время вмешательства в чрезвычайных ситуациях. Бюджет единой службы экстренных вызовов на текущий год составляет 67 миллионов леев. 112 – единый номер для звонков в экстренных случаях во всех государствах-членах ЕС. Он работает 24 часа. По этому номеру может бесплатно позвонить любой гражданин со стационарного и мобильного телефона.